Это не только в Германии, а во Франции это много дел. Франция, судя по всему, ее история носит такой выдуманный искусственный характер. Большую часть своей истории была частью этой самой Священной Римской империи. А потом стала ее периферией. В результате Наполеон, это тот человек, который стал императором, а его сын стал римским королем. А кто такой римский король? Это император, который выбрал собрание, но которого пока не канонизировали. То есть его в императора не превратил папа римский. До определенного момента было. Один прекрасный момент. Какой-то из императоров, то есть римский король ехал на коронацию в Рим, и венецианцы его через свою землю не пропустили. И тогда его заочно через Рим сказали, ну ты все равно императором. И он стал императором. И, кстати, в связи с Священной Римской империей вспомнить вот эту известную фразу, что два рима пала, третий стоит, четвертый мы не бывали. Ведь считается же, что она была произнесена где-то в начале шестнадцатого века. Какой-то то ли митрополит, то ли архиепископ, не помню его имя, писал Василию Третьему письмо. В ней была эта фраза. Историки считают, что здесь имеется в виду под первыми двумя империями, как бы, ну, западная римская империя, в том смысле, в каком ее понимают современные истории, и вторая Византия. А спрашивается, что этот митрополит о существовании Священной Римской империи ничего не знал? Он был ее современником? Или не считал ее за Римскую империю? Ну, он, наверное, не считал. Ну, это что они там писали, я не знаю. Ну, мы знаем, что Гитлер основал Третий рейх. Первый рейх – это был Священной Римской империей. Второй – это был Аполлская империя. А не получается, что ли, что это миф своего рода? Всегда должно быть цифра три, чтобы завершиться, знаешь? Да, это тоже так. Как и Москва, Третий Рим – это все просто магическое число три. Здесь очень важно посмотреть, что, оказывается, я высказываю накануне стратегической герой такую теоретическую точку зрения, что, на самом деле, совокупность национальных государств, которым мы обязаны двумя кровопролитными войнами в Европе, Первой и Второй мировой войны, оказывается, не является нечто для него большинство естественным. В нем как раз конструкция нынешнего Евросоюза, который является всего лишь поздней копией Священной Римской империи, является чрезвычайно более естественным образованием. А национальные государства, в том числе немецкое государство, французское или какие-то еще, являются просто извращениями XIX века, которые реально привели к войнам. И в Евросоюзе нет ничего удивительного. Ну, XIX я бы не сказал, если все-таки вы возьмете на историю XVIII века, там, ну, Франция, допустим, даже сама, она выступает как очень мощный, как бы, и самостоятельный... Это так. Но, если вы не рассматриваете в Венгерскую империю, то это, как бы, начало XIX века. Если образование Пурской империи, то есть германской империи, то это, как бы, вообще середина XIX века и так далее. Очень многие страны в тот момент так выделились. Так современный Евросоюз, он же тогда противоречит, с твоей точки зрения? Он одновременно две идеи пытается осуществить. И национальные, как бы, национальные идеи, то есть разбитые с Европы по национальным государствам, и идеи империи. А с моей точки зрения, что это... Что разбитие Европы по национальным государствам носит чисто символический характер. Ну, она сейчас-то не символический характер, имеются границы, имеются Центробанки, правительства... А будет носить символический. Центробанки-то и были. Центробанки были, но, например, там же очень было много в Священной Римской империи чисто фантомных образований. Например, Дружно-Черского короля, короля богемии. Ну, он не обладал реальной властью никакой. Это такое. Или бы Мальтийского овостя, или Тевтонского от них. Ну, ты понимаешь, то есть получается, что на самом деле нету Испании, а есть Мадрид и Барселона. Ну, от этого осталось у нас в языке, что мы не говорим, это Россия, говорим Москва, типа, да? Ну, отчасти, если это... То есть есть, как бы, совокупность... Указываем просто на... У Мадрид и Барселона, какая-нибудь там, Кастилия, Сарагоса, там и... Я образно говорю. Ясно, больше, чем 2 года. Понимаешь, да? Больше. Нет, я имею в виду Кастилия, это же не Кастилия. То есть, вот это... Получается, что это не какой-то там смелый эксперимент, никогда не виден в истории, как сказано. Ну, вот, частью Переследина. А оказывается, что прямо противоположная ситуация, что подобного рода структура, вот, казалось бы, несколько ромовная, а на самом деле великая, тысячу лет простоявшая, она просто-напросто, она вернулась к своему нормальному состоянию Европы. Это состояние Священной Римской империи, немецкой нации или кого-либо еще. Ну, она возвращается, лучше говорить. Возвращается. Потому что это процесс еще динамический. То есть, надо говорить не о распаде Евросоюза по национальному государству, как это было к уровню 19 века, да? А о каком-то новом качестве, вполне возможно. Ну, понятно. Ну, вот я просто хотел бы свою странную точку зрения выделить. Я сейчас это говорю. То есть, получается, что да, что как раз 17-18 века, это, получается, для Европы, действительно, как бы, в 17-18 веке появляются вероятные, как бы, как самостоятельные европейские государства. Ну, да. Ну, здесь важно посмотреть. У тебя все равно, получается, некоторые империи, как гламират народов. Да? То есть, не монолит, естественно. Да. Но все равно, как гламират народов, эти единицы исторического процесса, является народ все-таки. Есть империя, которая над ними, над всеми, и народ. А я попытался предложить совсем другую логику. Когда у тебя в центре есть полис, город, типа Венеция. Все-таки территориальная? Территориальная, потому что так проще управлять. У тебя есть город, где связи... Или экономическая. Я считаю, что национальные народы, нации, появились тогда, когда появились железные дороги. Эх, нет. Почему? Как раз в моей картине не обязательно здесь единицей является народ. Он может быть, являться здесь и город, а может, действительно, и какой-то народ, который, допустим, уже сформировался как народ. В конце концов, жители города Венеции могли себя считать народом. В то же время там жители Шотландии, которая не сводится к одному городу, тоже считали, наверное, себя народом. Одним. В Шотландии это вообще... А как этот народ объединялся, Стас, если язык был не единый? В общем, в Шотландии это... Для этого и придуман был эпос, понимаешь, чтобы на его почве объединить. Ну, итальянцы вообще с генетической точки зрения это вообще непонятно же. Взяли с единые карты... Это проектные, проектные вещи. Понимаешь, придумали проект объединить как бы под каким-то лозунгом. Под каким-то соусом. Да, взяли Данте, нашли Данте, да, вот как бы там. И на основе как бы его произведения объединили... Леонард да Винчи тоже. Да, или Леонард да Винчи, да. Нашли его эти. Там, Каливалу там где-то нашли. Где-то на... В Финляндии в конце... А где-то на... Где-то у немцев-то как-то называют сервис? А это как же черт. С Зихвридом там совсем... Кольцо Небелунга. Нет, на Кольцо Небелунга. Кольцо Небелунга. А в Англии, соответственно, это рыцари круглого стола. Да, тоже насобирали, да. Ну, очень интересно наблюдать, что... Получает, что как раз вот это... Король Артур. Народы вот это... Вот это явление для Европы противоестественное. Нет, оно не противоестественное, раз оно возникло. Это же неправильно говорить. Так что это? Злой дух какой-то пришел и насадил, что ли? Она естественно выросла. Нет, то есть мы уже... Даже в 17 веке наблюдаем, действительно, активные движения народов. И... Ну уж там, в 18 веке... Нет, ну может быть это проектная вещь, проектная вещь. То есть кто-то вот такой проект придумал и решил, что на самом деле давайте объединяться так. А естественная ситуация. Это, во-первых, супердемократия, потому что Священная Римская империя все свои законы принимала за голосованием четырех палат. То есть они все должны были за нее проголосовать. Поэтому император шел за отдельную палату. Князей, то есть корфюрство было, палата князей, и палата этих горожан, так называемых. Горожане обладали такой же власть, как император. То есть собрание пятидесяти городов. Что, по-моему, удивительно. Отсутствие общей армии, так называемой. Финансовая система специфическая. Но в качестве, в третьей палате их рейхстага, например, отдельным голосом обладал профсоюз мясников западной провинции империи. А они почту тогда одержали. Игорь, тут есть одно возражение тебе маленькое. Не получается ли так, что здесь создается некая иллюзия? Дело в том, что вот крупные города, о которых вы все говорите, они находились на побережье. Там нет. Почему нет? Ну, например, Медиалан или Три. Это все столицы Римской империи. Ни один из них не находился на побережье. Ну, Медиалан, то есть Милан. Значит, они находились здесь, наверное, на пересечении торговых путей. Конечно. Да. Не получается ли так, что здесь такая иллюзия в чем состоит? Что места, где торговля по каким-то экономическим, ну, как я считал, допустим, портовые города, они обогащались, да, и они просто всего своей экономической мощи также приобретали политическую мощь. Конечно, это так. Это так. А потом, видимо, как бы, я не знаю, в борьбе с этой политической мощью или что-то еще произошло, нужно было как бы вот это города устранить. И вот единственный способ был устранить, это вот как бы придумать национальное образование. Тогда города... Полностью с тобой согласен. Если ты посмотришь на историю Священной Римской империи, сейчас их там было порядка девяносто, а их распадают... Это борьба с городами, фактически. Да, борьба с городами, их отбирали права и голоса, и так далее. Да? Так оно и было. Их, и их, и их... Потому что города, они были независимы, у них были свои законы, были... Своя валюта была. Да, все у них было свое. То есть они не подчинялись никому. И для того, чтобы их победить, нужно было придумать такой проект хитрый, да, это национальное государство. Когда город вписывался в структуру государства, он переставал иметь такое значение, как он имел. Конечно. Если он был самостоятельный, как город государства. Самостоятельно, абсолютно не самостоятельно. Но он уже не имел права себе законы назначать, соответственно, и все прочее там. Да. И всю эту вольницу постепенно как бы... Вот, кстати, интересно, что, в общем-то, формально существовал применат имперских законов, перед земельными законами всевозможными темами, но на деле он не соблюдался. То есть у них у каждого еще было некое подобие собственной конституции, хотя конституции не было ни у кого. Тут еще какая-то странность. Дело в том, что феодализм, да, или, иначе говоря, экономика на земле, она когда возникла? До городов или после? Так вот и получается, что в Священной Римской империи города... не могла иметь значение, а большое. Она должна была в какой-то момент... Что такое, как бы, народ, да? Это некое образование, живущее на определенной территории. Ну вот и получается, что каким-то образом... То есть был какой-то... Ну ты же сам говоришь, язык здесь не имел значения. Потому что говорили на разных языках, тем не менее объединяли как единый народ. Значит, делили территорию. Но для этого нужно было бы понять ценность, почему территория цена. Вдруг должна случиться была такая вещь, что вдруг земля стала ценной. Нет, не территория была цена, а было как бы то, что находилось на территории. То есть веру влияния не делили? Да. Практически границы нельзя не поделить. Ну просто надо понять естественную логику, как это происходило. Почему действительно они распалились? А так жили в единой империи, да? Это очень плохо. Не было ни таможен, ни границ не было, да? Ну что-то было конечно, но лучше было жить, да. И вдруг возникли границы, возникли таможни, разногласия по законам и все прочие взаимоотношения. Куча чиновников там и так далее. Да, все это дело вот так возникло. Это тоже интересный вопрос. Просто не знаю моего ответа и это как бы не цель моего выступления. Если мне кто-то об этом расскажет и заглянет в это... Ну то почему распалося? Конец 18-19 века. Ну да. Почему все-таки такое, казалось бы, экономически выгодное новообразование, ну образование как Священная Римская империя, которое обеспечивало некое... Почему сейчас возникло опять же, вернулись к Священной Римской империи? Потому что казалось бы выгодно, что не иметь таможенных границ, да? Экономическая связанность дорог, это экономическая связанность предприятий и прочее всего, да? Это перемещение рабочей силы, ну все вот, все дела, да? Но еще важно, что у них все-таки была определенная рода идеология. То есть они себя считали правопременниками единственной империи древности. То есть это вот, подожди, подожди, тут разница состоит в том, либо это экономические причины, либо это идеологии, это надо различать. В отличие от Евросоюза, как раз различие здесь есть, что у Евросоюза собственная позитивная идеология отсутствует, но есть только экономические. А может у них есть негативная идеология? Против Америки или против Китая, против Объединенной Азии? Вроде этого нету. Нет, ну можно дружить против другого, правильно? Вроде этого нету. Вроде этого нету. Вроде этого нету. А у Священной Римской империи, у нее помимо экономических основ объединения, было мощнейшее идеологическое основание. Они реально себя считали идеологически возводили той самой Римской империей. Или их историка возводили. А как тут насчет еще статьи Римской империи настоящей? Это как-то играло роль какую-то? Что строили? Строили как бы некий прототип восстанавливали? Или это и есть как бы та самая Римская империя? Мое радикальное мнение, что как раз Римская империя придумана историками на основании... Уже существующей Священной Римской империи. То есть, если Атаманская или Османская империя это как бы прототип Византии, ее наследник на самом деле. То есть, Священная Римская империя вот и есть та самая Западная Римская империя, которая всегда существовала. И вот для того, чтобы Вы не воспользовались к этому, это не только в наиболее, но и не уделили. Но... Просто abstract натолкatch своими панцами и мы услышали. Противатор сарта 혹 это не только в натуркать, но и сразу же словно, вот так вот в римской империи. Когда мы сейчас снимаем гонку, как мы сейчас снимаем панцами, И это даже здесь.